всем огромный привет давайте с вами посмотрим какие баночки закончились в декабре месяце у меня банок как всегда набралось много хотя каждый раз кажется ну на следующий месяц их наверное не будет но тем не менее закончилась пена пена от эйвен мне ее дарила леночка никандрова привет тебе ленусь и спасибо спасибо огромное отличная пена у эйвен я не знаю если кто-то вообще из зрителей кто еще ни разу не пробовал это средство если есть такие то возьмите попробуйте классно пенится аромат на всю ванну и если вы в этой пене принимаете ванну действительно это арома наслаждение плюс многие эти пены покупают даже использую как жидкое мыло я так не делала гель для душа да использую пены нет но как пена она замечательная следующее средство хочу ну как всегда сказать спасибо у меня почти все средства опять это подарки поэтому я буду опять передавать большие приветы и говорить спасибо спасибо ксюше ксюша станкевич она мне присылала ты прошел вот такой шампунь вообще этот шампунь у меня уже в фаворитах мне в свое время прислала гульнара мигдеева вот ксюша и еще у меня один целыми его тоже прислала в подарок оленька оленька крюкова девчонки спасибо вам всем огромное этот шампунь супер чем он хорош на мою вот длину до пояса волосы я могу использовать этот шампунь даже без бальзама ну понятно что еще каких-то средств я добавляю потом всякие там сыворотки еще что-то но в целом вот этот шампунь он очень мягко моет волосы хорошо их промывает и не спутывает вот отличное средство и я знаю что очень у многих он в любимчиках ни разу не было такого чтобы голова к нему привыкла и там чесалось например или ну какие-то были вот последствия у меня прямо волосы дружат с этим шампунем и поэтому я его рекомендую хочу показать еще одну пару это от faberlic этно-ботаника это очень бюджетная пара шампунь укрепление от корней до кончиков для ослабленных склонных к выпадению волос входит цветок тиаре ягоды осаи масло макадамии вы знаете вот такая многие девочки фразу такую называют рабочая лошадка моей голове и моей маме подошли ну вот подошла вот это вот пара шампунь и бальзам единственное что в зимнее время кондиционера моим волосам может не хватать они начинают электризоваться то есть бальзам электризацию эту не убирает а в целом пара очень хорошие они друг друга дополняют и прекрасно промывают волосы пушистые гладкие такие но приятные то есть хорошо работают но я знаю что у этой пары есть и те кому она не нравится поэтому это уже все на любителя сразу хочу сказать что у меня волосы нормальные я их мою раз в три дня вот потому что я знаю что это очень важно упоминать бывает мы блогеры забываем говорить нам говорят мы говорим что нравится не нравится каким волосам или какому телу нравится забываем упоминать еще одну парочку хочу показать шампунь с бальзамом не прислала оленька крюкова в своей посылке оленька привет тебе большое еще раз огромное спасибо было время когда шампунь с бальзамом закончилась и думала чего бы новенького попробовать достать и вот решила попробовать эту пару фибрология создает густоту шампунь и такой же создающий густоту бальзам вы знаете я хочу отметить что что шампунь что бальзам они такие густые в упаковочках по 10 миллилитров я думала что того и другого мне просто не хватит но удивительным образом все хватило распределилась даже 10 миллилитров бальзама на мою-то длину волос я думаю но вообще потеряется тем более густой еще жидкий как-то размажешь ничего подобного прекрасно работают замечательно справляются я осталась довольна этой парой единственное советовать используя всего один раз я не могу потому что бывает накопительный эффект но с другой стороны это у моей головы один накопительный эффект у вашей головы может быть другой но вот понравилось вы знаете если встретила бы вот так вот шла бы за шампунем с бальзамом и встретила бы вот эту пару я бы купила не думая хочу показать крем-маску для волос морожковую покупала я ее fix price и тут есть даже то что купила я сама лично она была не густая чуть-чуть жидковатая такая желтоватая я эту маску чаще использовала с маслами до мытья головы когда я хорошенько хотела полечить волосы как бы вот маслом напитать всякие вот такие процедуры для волос сделать так маслом я добавляла эту маску было был момент когда ее оставалось немножко я думаю может быть ее использовать после шампуня и использовала после вот этого шампуня и очень хорошо работает вместе с щадящим с хорошим легким шампунем вот который не причиняет вреда волосам если будет шампунь который спутывает и из волос делать мочалку то эта маска уже не справится вот но у нее и цена пятьдесят было рублей для своей цены она работала замечательно кстати приятный был аромат у нее еще для волос у меня еще не закончилось но несколько ампул я использовала не получается у меня еженедельно использовать у меня получается две три ампулы в месяц и поэтому вот этот восстанавливающий комплекс я практически показываю ежемесячно пока не закончится все восемь ампул почему не жду когда все восемь и потом уж разом показать вдруг кто-то случайно забрел на канал кто-то может быть первый раз смотрит я хочу каждый раз хвалить потому что мне кажется что эти ампулы действительно останавливают выпадение волос если использовать регулярно их наносить нужно на 40 минут но я может быть на час бывает даже и на два наносила на кожу головы под шапочку и под теплый тюрбан тюрбан ну я как всегда носим под тюрбан тюрбан это я вот классно они работают выкидывать пока не буду нет вот это вот наполнение то что я там использовала конечно я давайте выкину а упаковочку я вам еще разок покажу в следующем месяце я не могу тюрбан так у максимки закончилась вот такая птичка птичка розовенькая кажется девчачьи но на самом деле у него птичек весь вот этот арсенал птичек ему дарила жанули одну птичку танюшка хорошего которой у нас не хватало жанули огромное огромное тебе спасибо с удовольствием мы пользуемся всегда вот этими гелями потом сохраняем упаковку баночку и переливаем в них уже из менее интересных например упаковок или ну просто чтобы вот эти баночки бутылочки всегда стояли наполнены используем наверное из родных еще один остался с черной птичкой мне кажется остальных мы уже все использовали родные вот гели аромат был бабл гамма очень приятный если честно раза два я даже у максимки его таскала и пользовалась сама он не так пенится как например гель от эйвон но пенится достаточно хорошо промывает хорошо мою кожу наверное не сушит но детскую точно не сушит мою почему наверное потому что я всегда использую после гелий для душа крем для тела но птичку я туда давайте не буду потому что я ее выкидывать не планирую она будет у нас еще в ванной дальше радовать нас дальше немножко повеселю вас я всегда считала что я не очень люблю аромат корицы вообще я считала что я его не люблю но в этом месяце произошла такая интересная ситуация я сейчас вам буду показывать средства и в каждом будет корица апельсин и корица почему пробила даже не знаю оксана алексанова мне присылала вот такой гель для душа на самом деле у меня их два еще от Иринки есть второй он у меня в запасах ксюша спасибо тебе огромное гель от и фраше апельсин и корица как я сказала аромат у каждого ну каждый на любителя сами гели они бесподобные от и фраше я не знаю как их их трудно не похвалить вот даже сейчас наверное видно он еле спускается он густой хорошо пенится аромат ну как я сказала если вы любитель такой аромат он вам понравится у меня в этом месяце вот пробило на такие ароматы и я пользовалась с удовольствием хотя например летом я бы не стала апельсин люблю но корицу не очень а вот тут вот что-то в декабре прямо очень понравилось сразу покажу второе средство это также от оксана она мне присылала пару это уже крем для рук апельсин и корица у крема я бы немножко поругала слишком насыщенный аромат то есть не стоит крем настолько вот аромат издавать что потом от рук сильно ну пах ну как ароматные очень руки становятся когда в течение дня это нормально если на ночь перебор вот но в целом мне этот крем понравился кто-то их называет крем ни о чем я бы так не сказала у меня руки можно сказать беспроблемные благодаря тому что я без конца ну как без конца в течение дня я несколько раз наношу кремы вот этот крем надо было даже чуть-чуть подождать чтобы он впитался вот и работал он хорошо вот далее я еще не закончила насчет апельсина и корицы посмотрите от спивак это мне присылала от спивак несколько средств Леночка Никандрова Ленусь спасибо тебе и огромный огромный привет очень мне было в свое время интересно какие продукты и вообще как что продает спивак я о нем слышала когда-то я была в гостях в Дубне нашла где продают спивак но когда я пришла в этот магазин там вот практически ничего не было и я купила от спивак только масла ну вот в коробках в баночках в бутыльках капать в общем а вот таких средств не было это мыло в нем было 300 миллилитров вы знаете оно меня просто восхитило и покорило чем видно какого оно цвета вот сейчас оно видите перетекает на самом деле мыло было вот столько а внизу как такой ну можно сказать и осадок и желе я его сейчас вам покажу я его даже сохранила немножко прямо густой массы как будто это мыло для бани вот такое густое плотное вот так оно выглядит то есть вот представляете вот реально это густое густое вот такое мыло им можно мыться оно с маслами после него никакого крема не надо то есть настолько это приятно так это я не буду вам ставить ближе а аромат наверное тоже на любителя но кто любит апельсин и корицу тому понравится кстати ароматы немножко были разные если в том сейчас вот в этом больше пахло корицей то от и фраше мне показалось что больше то пахнет апельсином да но вот в этом аромат знаете вот у них есть бурбонская ваниль аромат вот ощущение что сюда еще бурбонской ванили капнули вот а здесь вот ближе к натуральному аромат но приятный в любом случае ароматы это на любителя я их не люблю описывать и на них сосредотачиваться тоже не люблю но это еще не все у меня был еще скраб для тела апельсина корица с цедрой апельсина вот тоже это от Леночки Никандровой приехала вместе вот с этим мылом вы знаете вот этот скраб он очень оригинальный во-первых он был нескончаемый вот буквально нужно было какую-то каплю малюсенькую каплю чтобы сейчас вам покажу чтобы это масло разнести по телу сказать что оно прямо там сильно скрабирует нет оно больше напитывало маслом слегка отшелушивающий такой вот эффект давала после этого скраба смываешь себя с душем и душ прямо такими как по маслу крупными коплями стекает с тела если кому эффект намазанного маслом тела не нравится то вам не подойдет такое средство там одни масла но аромат прямо вот апельсинчиком приятный и вот этой банке я не знаю месяца три наверное им пользовалась ну другие скрабы тоже были вот среди между вот этим но тем не менее очень надолго хватало хранила я его давай так поближе пока покажу хранила я его не в ванной отдельно и норму которую я планировала использовать я деревянной ложечкой в общем подчеркну и с этой ложкой уходила в ванну в общем его не надо было держать в сырости в ванной поэтому я его хранила отдельно классное вот классное средство мне понравилось но хочу еще раз упомянуть что если вам не нравится масло на теле может быть вам и не подойдет ну тем кому это нравится кому это приятно у кого кожа пересушенная я рекомендую хотя бы попробовать еще два средства от и фраше это мне присылала Катюшка Минченкова привет тебе Катюше спасибо огромнейшее особенно за земляничку было Катюшка присылала два аромата земляники ну как аромата я его даже воспринимаю не как гель для душа а как ароматы я его открывала и вот буквально наверное его вынюхала не то что вымыла в ванной настолько он вкусно пахнет прямо вот бесподобно работают они все замечательно ты фраше все средства класснючие а этот с ароматом оливы тоже классный как гель для душа но аромат уже идет оливку давайте их туда закинем ну прямо я в восторге от этих средств так корзинка наша наполняется дальше надо поругать что-нибудь да давайте поругаем ругать буду вот это средство от Сейфгард написано что это пена для детей в ней 225 миллилитров и вот тут вот они очень смешно пошутили с ароматом свежего яблока там даже вот видите иллюстрации яблочные вот на картинке весь аромат заканчивается этот аромат я не знаю хозяйственного мыла наверное перемешанного с хлоркой он настолько стойкий что ему позавидует любой парфюм от рук потом пахнет очень-очень долго вот этой вот субстанцией оно действительно сейчас я попробую это действительно пена может быть он как-то плюнет хотя ну вот видно вот больше я и не буду выдавливать фу ну то что это для детей руки пересушивает насмерть то есть потом раза три мне приходилось наносить на эту детскую пену крем для рук ну естественно ребенку я ее не давала хватило одного раза я стирала тряпочки ну знаете тряпочки тоже постираешь а тряпочек то пахнет потом вот этой пеной ну это средство в общем я не буду оно не достойно чтобы о нем долго говорить удивительно что я его посмотрите почти использовала но больше не куплю лучше обыкновенный сейфгард он хотя и подсушивает кожу но сейчас сейфгард делает с хорошим приятным ароматом цветов ну разные у меня есть жидкие мыло от сейфгард антибактериально они прекрасные но тут пенка для детей и такой аромат что даже хлорка будет завидовать хотя вот если вот здесь вот присмотреться удаляя до девяносто девяти процентов бактерий именно поэтому я стирала кухонные тряпочки ну аромат понятно он же выветривается потом ну в общем надо было что-то поругать я вам поругала пошли дальше сейчас опять скажут мне все приветы передает ну я даму с приветом поэтому я всем передаю приветы скраб для лица да у меня таких скрабов если честно трое три штуки поэтому трем девочкам я передавать привет не буду катюше путяковой хочу сказать спасибо именно за этот скраб потому что два других от других девочек я их не подписываю я просто по очереди кто первый прислал значит того и скраб ну это так отступление мало ну как нет не мало кому есть те кому не подходит этот скраб с абрикосовыми косточками потому что он такой вы знаете конкретный для лица это такой скраб которым можно даже и ножки скрабировать смело но мне нравится если я не сильно вдавливаешь просто вот легко и массиваешь по лицу то хорошо очищает у меня кожа нормальная без проблем у меня нет пор там расширенных или каких-то воспалений на лице кожа нормальная и поэтому не травмирует такой скраб мою кожу мне он нравится я им пользуюсь всегда перед масками если просто нужно помыть лицо ну как бы почистить поскрабировать у меня для этого есть легкие скрабы вот сейчас от грин мамы у меня стоит очень хороший мне из тюмени Оленька присылала пользуюсь с огромным удовольствием вот на каждый день а этот мне нужен был перед масками и вот сейчас следующий достала опять такой же чтобы опять перед масками делать маски это моя но у меня еще одна в запасе такая же есть от Марины Семенкиной но это покупала я сама от планеты спа вулкана Исландии это горячая маска в ней 50 мл но хватает ее надолго ну она написана разогревающая маска для лица она реально разогревает и знаете у нее такой эффект если вы не брали нормально ваше лицо относится к горячим маскам потому что не всем она подходит она разогревает реально лицо открывает поры и с ней нужно быть осторожной вот кстати проблема девчонок блогеров и моя тоже мы начинаем говорить трясти вот так перед камерой а когда я вот начинаю смотреть свой ролик я сама себе говорю ну что ж ты трясешь у меня уже в глаза хребит поэтому лучше ставить средства о которых рассказываешь ну давайте про эту маску в общем если вы не хотите чтобы сильно разогревала то вы ее на руки нанесли на влажные и по влажному лицу в течение минуты массируете если вы хотите по горячей эффект то руки мочите каждые 10 секунд и тогда вот этот разогрев становится сильнее она становится горячей на лице то есть если руки мочите вот этот контакт с водой и сразу массировать лицо то разогревает конкретно после этой маски не советую использовать сразу жирный крем потому что поры закупорятся ну по крайней мере со мной такое было и могут быть прыщи а вот если просто почистить потом тонечком чем-то освежить прохладненьким не холодным а прохладным чтобы поры закрылись ну маска мне понравилась вот она закончилась сейчас достану Маринину и буду уже пользоваться Маришкиной думаю свое показатель и опять подарок давайте свое покажу вот такой тоник для лица огурец и чайное дерево очищающий от Нейчерлс Эйвен этот тоник у них спиртовой я его использую только тогда когда мне нужно подсушить немножко лицо бывает переборщу с какими-то питательными масками или с питательными кремами вот сейчас я вам буду показывать крем после которого мне пришлось прям недели две пользоваться только этим тоником чтобы прыщички прошли перепитало тоник хороший но он подходит тем кому подходит в общем спиртовой тоник я им пользуюсь ну не знаю вот эта вот бутылочка у меня наверное полгода стояла и вот тогда когда надо в эти моменты только использую а так у меня стоят тоники без спирта и часто девочки спрашивают ты пользуешься одним или разными разными у меня несколько открытых так ну давайте раз я заговорила о креме вот такой от Милвито крем давайте вот так поближе покажу написано что он увлажняющий дневной крем в нем 10 мл но он очень жирненький присылала мне Надюшка полнекс к сожалению Надежда сейчас не снимает ролики а очень жаль я по ней скучаю Надюш если ты смотришь то возвращайся по тебе скучаю кстати не только я вот так вот выглядит этот крем если кожа сухая он классный он очень классный у меня каждую зиму была сухая кожа и мне такие кремы подходили в эту зиму не подошел потому что почему-то кожа осталась на зиму нормальной может быть потому что нет морозов ну не знаю по какой причине но у меня кожа решила остаться нормальной я его больше использовала на шею и область декольте потому что на лице сразу высыпание прекрасный аромат розы ну кто любит розу я обожаю аромат розы и поэтому замечательный аромат розы для меня и крем приносил вот реально удовольствие если бы подходил и для лица я бы наносила и на лицо но аромат чувствуется приятный для меня аромат мне нравилось но кому не нравится роза жанули хочу еще один привет передать и огромное спасибо присылала уже она мне давненько уже больше года назад ждала я специально зимы потому что этот молочко или крем сейчас скажу чего это питательное молочко для тела мюсли био очень-очень приятный аромат я сейчас не увижу чего но пахнет для меня этими орешками косточками орешков вкусно-вкусно миндалем и косточками очень хорошее вот это молочко оно действительно питательное оно быстро впитывается его надо немножко оно не жидкое то есть вот оно потихонечку может конечно начать сползать но это нужно долго ждать я его переливала в круглую банку оттуда его доставать намного проще то есть когда бутылка была полная то нажатие можно было изъять но когда после половины это трясти неудобно и поэтому в круглую банку перелила и с удовольствием пользовалась Жануль спасибо классное средство если еще в эфраше такие есть то я рекомендую попробовать любителям кремов и молочков можно так сказать молочка для тела еще один крем для рук закончился этот крем присылала мне Катюшка Менченкова Катюша огромное спасибо она мне даже два таких присылала первый раньше закончился и вот второй я его носила в сумочке ну я не знаю месяца три-четыре наверное он у меня был я люблю в сумочку такие мини версии тут всего 35 миллилитров и в сумке удобно в боковом кармашке и если я где-то мою руки а я часто то в гостях то по делам каким-то хожу и приходится часто мыть руки то вот этот крем мне был в помощь он классный он чуть-чуть жирненький приятный такой насыщенный аромат мне очень нравился то есть это не такой легкий крем который впитался и побежала чуть-чуть немножко надо ждать но мне это нравилось у него немножко липковатый есть эффект как бы знаете защитный такой поэтому это вот не для офиса не для работы с бумагами не устали у меня тут еще кое-что есть мицеллярка эта мицеллярка приехала из Тюмени от Оленьки Оленька спасибо тебе огромное очень хороший мицеллярный раствор макияж снимает хорошо из глаз из лица я им пользовалась с удовольствием пока не закончила то есть вот прямо Оля прислала я его сразу почему-то поставила подвинула свои мицеллярки и вот использовала с огромным удовольствием наверное потому что последнее время я пользовалась все молочком для снятия макияжа а от молочка немножко устаешь и хочется иногда просто знаете как водичкой вот смыть и вот отдыхала от молочка пока с огромным удовольствием использовала этот мицеллярный раствор хороший замечательный вообще беспроблемный как вот опять же мы говорим рабочая лошадка зубная паста от колгейт закончилась это травы она с отбеливающим эффектом приятно пахнет цвет у нее зеленый такой но не гелевый а вот такой кремовый видите белая зелененькая очень мне нравится эта зубная паста вот у меня вот этот колгейт почему-то на уровне сплаты идет по действию ну кто-то может не согласиться но вот я воспринимаю так нравится на каждый день с утра хорошая паста так носки на самом деле не носки а маски тоже из тюмени от Оли приехала отличная вот эта маска вы знаете она мне так понравилась спа носочки называется релакс терапия во-первых и действия классные у них и во-вторых я их даже сохранила вы знаете носки такие классные вы их одеваете у них двойной слой у них была такая классная защитная вот эта липучка то есть вы на ноги обтягиваете липким вот этим скотчем закрываете который прилагался и никуда они с ноги не сваливаются в них ходить невозможно потому что в двух носках вот этих вот нога скользит и разъезжаются поэтому я на них сверху одевала еще теплые носочки и вот сколько необходимо сидеть было в этих носках я сидела даже дольше так а необходимо то было 15-20 минут но я больше тридцати сидела и не жалею могла бы и дольше просидеть хорошее средство уж носки то я не буду вам уложить сюда но классный дальше две маски q10 лифтинг ой простите динка дала нечаянно прилипли потому что ценник был ценник на это они прилипли маски две от двух девочек ко мне приехали тоже хочу большое спасибо сказать настюшке гильмельштейн и оленьки ее ник миссис смит обе девочки являются блогерами многие их знают и на них подписаны классные вот эти маски вы знаете у них давайте я вам поближе покажу может быть тут где-то будет написано об этом я об этом не успела прочитать но я их когда снимала мне муж сказал оба раза что а что это у тебя лицо какое белое стало то есть у них есть такое выбеливающий немножко эффект я не знаю здесь есть это или нет но лицо было хорошо то есть вы знаете как то вот и синячки под глазами уходили она одевалась кстати так что ну вот прям близко глазками и освежение давала то есть какая-то вот усталость уходила не то что она прям белым конечно лицо становилось но вот эффект какой-то был такой интересный осветляющий и его ее не надо было смывать а потом там пальчиками вбиваешь до впитывания была вот такая маска у меня таких было две это покупала я привет мне компрессионная маска сыворотка для лица сияние кожи она шла вот по такому принципу вот здесь два контейнера в одном была жидкость маска во втором была вот эта кругляш как это называется кто жест знает в общем сама масочка скрученная утрамбованная в кружочек в фикс прайсе такие продаются вы ее замачиваете она набухает впитывает в себя всю эту влагу и на лицо маска не путевая она была очень тонкая и если первая более-менее как-то у меня была то это вся разорвалась и у меня буквально там прорези была одна большая прорезь и я в общем такой окантовку себе ободочком сделала на лоб, щеки и на подбородок а вот на носу как-то тут прямо шлепок какой-то остался в общем она какая-то слабенькая и разваливается так ну вот маска сыворотка написана для сияния свежесть лицу она все-таки небольшую придавала то есть не путевая вот сама тряпочка вот эта вот ткань маска-то сработала неплохо так вот такое у меня было еще средство ультра увлажняющая маска против морщин это уже от Оленьки Крюковой ко мне приехала 30 плюс вот эти маски мне понравились тоже она двойная была то есть сначала я одну использовала потом вторую вот она интересная была повышает упругость кожи поддерживает нормальный гидробаланс освежает разглаживает кожу ну не знаю разгладила или нет но по действию она мне тоже понравилась после нее я кремниевого не наносила то есть достаточно было этой маски ультра увлажнение по-моему она вкусно пахла что-то вот она она кстати впитывалась хорошо да у нее неплохой такой приятный аромат и половину средства лицо впитывало также от Оли Крюковой приехали еще вот такие два средства но никея это был гель для умывания он был очень жидкий прямо как водичка но его хватило на несколько раз вот этого пробника а но тут 11 миллилитров поэтому и надолго хватило а это был дневной крем для лица вы знаете если вот это вот то что очень жиденькое не обращать внимания и еще не обращать внимание что не очень приятные были ароматы то средство вот это хорошо промывало лицо а вот эта маска хорошо влияла это дневной омолаживающий крем для лица антивозрастной уход 40 плюс приятный крем быстро впитывался то есть аромат не очень приятный вот вот из самого вот этого но по работе крема приятный очень мне понравился если честно дизайн такой дизайн красивый что мне кажется это увижу на полках в магазине куплю не глядя потому что очень вот это вот привлекает внимание сама обложка раз в два месяца пользуюсь от фаберлик вот этими универсальными очищающими полосками ими злоупотреблять нельзя особенно тем у кого сосудистые сеточки нос чистит отлично я только на нос но для меня раз в два месяца тоже часто получается потому что у меня ну я говорила поры сужены и крайне редко забиваются то есть мне нужно раз в год наверное использовать но полоски мне нравятся единственное что я делаю это ну вот форма носа да вот нос идет то вот здесь вот книзу я два надреза делаю иначе не прилипает чтобы она друг на дружку немножко находила и как-то вот нос огибала и когда ее снимаешь ощущение что первый слой кожи снимаешь вместе с этой полоской потом нос красный и даже болит какое-то время то есть она сдирает ну я не знаю один или два слоя точно снимает с носа мама даже мне на второй день сказала Света у тебя нос до сих пор красный вот такой у меня чешется и болит там вместе с этими точками в общем все и сняла так не знаю устали вы или нет еще закончился бальзам у меня еще немножко декоративки бальзам Леночка Никандрова мне присылала сейчас в Фаберлик таких бальзамов нет там есть другие это для детей он был в форме стика карамель с приятным ароматом прямо белого-белого приятного цвета вкусный такой аромат и хорошо работал долго не буду заострять внимание потому что его уже в Фаберлике нет но был классный Лена спасибо я его не покупала а вот благодаря тебе с удовольствием использовала использовала больше я ребенок у меня мальчик поэтому только он использует когда ну конкретно там надо губы подлечить если что-то воспалилось закончилась по декоративке вот такая пудра от Фаберлик триумф давайте покажу так поближе номер наверное это вот первый номер настолько классная пудра я ее прям полюбила вот у меня тут уже по краешкам осталось посмотрите она до сих пор красит и она не замыливается вообще не замыливается прекрасно матирует прекрасно работает у нее единственный минус это в непутевом месте зеркало находится но пудра замечательная кто-то из девочек спрашивал что не удобно открывать не надо его открывать вот здесь видите вот здесь вот выемки вы на них открываете все пудра открылась видите просто нажимаете с боков поэтому отличная пудра я тороплюсь поэтому чтобы вы еще не ушли вдруг кто-то до конца досмотрит тушь тушь от Диваж я как-то увидела не помню кто девчонки из вас из блогеров поругал эту тушь сказал что не понравилось мне она понравилась очень на раз два три ресницы хорошо прокрашивала тон первый это Надежда мне присылала Надюшка полнекс даже не она присылала а Надя мне знаете сделала такой подарок она мне коробочку заказала бэк как-то бэк там полноразмерные были средства и вот эта тушь была там пользовалась я ей наверное полгода вот пока она у меня совсем уже не высохла и буквально вот она кончилась внутри вот в этом тюбике всю искрасила она не высохла пока не закончилась вот от Диваж отличная тушь мне понравилась от Эйвона у меня заканчивается вот эта помада вот забыла как она называется но у них футляры разного цвета название ну вот здесь роза а по каталогу то не роза как-то по другому вот вот так она выглядела тоже не всем она нравилась мне эта помада очень нравилась вот прямо очень ее не надо много-много наслаивать тогда она будет забиваться в складки потечет естественно во все стороны она не очень яркая вот буду по ней скучать пока заказывать не буду потому что у меня помад много но помада классная для меня классная так и последняя кто со мной остался последняя покажу это тоже от Оли Крюковой вот я показывала от нее средства огромное Оль спасибо что ты мне дала возможность вот эту перфекту попробовать от Японии это для лица и кожи вокруг глаз маска это такая интересная маска она мгновенно разглаживает устраняет признаки усталости наносится она перед макияжем и не смывается ее надо наносить не только на лицо но и сразу вокруг глаз и знаете давайте вот так вот покажу поближе вы поймете что она делает я ее показывала подробнее в косметичке декабря я тут прям капельку оставила чтобы вам показать какая она вот она такая у нее видимо идут светящиеся гранулы видите такое вот свечение и когда она наносится на лицо вот это свечение сохраняется вот но сейчас еще влажная рука она лицо понятно не настолько мокрое же будет но вот светящийся здоровый такой вот видите свежий эффект на лице присутствует у нее чуть-чуть перламутровое такое вот сияние супер маска очень она мне понравилась просто в восторге тут чуть-чуть осталось я допользую это просто я оставила чтобы вам показать поэтому спасибо тебе огромное что я ее попробовала действительно лицо становится свежим если нужно вам сделать макияж а вы плохо себя чувствуете и плохо выглядите это маска в помощь вот вот такие были в этом месяце баночки их было опять много но уже встретимся с баночками в январе не знаю на какое у меня еще средство на какой аромат пробьет в январе но в этом месяце я когда смотрела свои баночки расставляла я в таком смешном было шоке удивление что оказалось апельсин и корица у меня весь месяц рулили но я об этом узнала как бы вот осознала это когда вот стала банки раскладывать все уже заговариваюсь спасибо всем за внимание спасибо всем кто был со мной особенно тем кто был до конца всем до новых встреч и всем пока